Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной очаровательная гостья Яна Азикович. Яна, добрый день! Добрый день! Я, Яна, сразу представлю вас нашим телезрителям. Вы один из организаторов автомотопробега, четвертого автомотопробега по нашей стране, привроченного к Дню Победы. Вот об этом мы с вами и хотим сегодня поговорить. Тем более, событие, пускай и четвертый раз оно произошло, тем не менее, неординарное. Но для начала самые банальные вопросы. Кто организатор? Сколько человек приняло участия? Откуда докуда вы проехали? Вот всю вот эту статистику этого пробега. Конечно. Организатор и идейный вдохновитель – это Вахтанг Цинцадзе. Он живет далеко на севере, в славном городе Маалот. И в 2016 году, так как он является внуком офицера Советской армии, который воевал во время Великой Отечественной войны, он предложил своему другу Виталию Пасечнику, но, к сожалению, он в этом году умер, провести вот такой вот пробег. У них были байки. Мотоциклы от Метулы до Элата. То есть пронести знамя Победы и флаг Израиля через всю страну. Вот, кстати, об экипировке не забудьте рассказать. Потому что то, что я видел на фотографиях, на мой взгляд, уникально для Израиля. Хорошо. Виталик поддержал эту идею сразу же. И потом уже, они живут на севере, они начали обращаться к своим знакомым, которые ездят и на автомобилях, и на мотоциклах, поддержать эту идею. Я в 2016 году только приехала в Израиль. Я приехала из Одессы. И так как в тот момент на Украине запретили праздновать День Победы 9 мая, то есть они праздновали то ли 8-го, то есть не было таких больших празднеств, я, конечно, стала смотреть в интернете и искать, каким образом можно провести, праздновать этот день. И натолкнулась в Фейсбуке на сообщения. В принципе, в Израиле во всех крупных городах проходят мероприятия в этот день, как правильно. Да, да. Ну, я сама автомобилист, и мне это было интересно. И мне понравилась сама идея проехать с севера на юг с флагом Победы. Я связалась с Вахтангом. И вот с того момента мы встретились и подружились. В первом автопробеге нас, автомотопробеге, нас было немного. Я слышал, вернее, читал, всего шесть, по-моему, было мотоциклов. Да, да, и два или три автомобиля доехало до Элата. Именно доехало до Элата, мы поставили там палатки на берегу. Нашим телезрителям за рубежом будет интересно, прежде всего, сколько это километров. Ну, это, в принципе, длина всего Израиля, это где-то больше 600 километров. То есть мы едем через весь Израиль с севера на юг, с крайней точки севера и на крайнюю точку юга, это Элат. И еще самое главное, ребята из Митулы выезжают в 4 часа утра, в час, когда началась Великая Отечественная война. Это очень знаково для... и называется наш пробег небесные тихоходы. Пробег Победа небесные тихоходы. Они выезжают в 4 утра, и по дороге у нас есть точки, у нас есть диспетчера в Ахтанг. Это прекрасно все организовывает, и это контролируют ребята. В колонии они выезжают как диспетчера и контролируют полностью колонну. И по дороге к нам присоединяются люди, кто не может выехать из Митулы в разных точках. То есть в Хафе, Герцли и так далее. Каждый год Вахтанг отрабатывает маршрут. Он проходит по-разному, потому что... Куда заезжали в этом году? В этом году мы никуда не заезжали, у нас была другая миссия. В этом году к нам присоединился Союз ветеранов Израиля, и Абрам Гринзайт вручили нам знамя Союза ветеранов Израиля. Это для нас очень важно и знаково, потому что то, что мы делаем, это мы делаем... Их очень мало, и мы это делаем ради них в первую очередь, потому что это память. В первую очередь это память, и мы должны нести эту память, потому что те, кто забывают прошлое, не имеют будущее. Мы больше не хотим, чтобы это повторилось, поэтому мы едем и рассказываем по дороге всем, и молодым, и пожилым. Есть очень много людей, израильтян, ибритоговорящих, которые, в принципе, не очень хорошо знают о Великой Отечественной войне, и о том, как далась, какой ценой далась эта победа. И, ну, это сугубо мое личное мнение, не было бы этой победы, не было бы государства Израиль в том виде, в котором оно существует сейчас. Это так. Ян, у меня вопрос. Какой возрастной, скажем так, ценз, если он существует, или возрастной состав Ваших участников? Сколько было самому молодому, сколько самому, может быть, немолодому? У нас нет возрастного ценза, потому что очень многие ребята берут с собой своих детей. И вот в этом году уехал сын Яна Троицкого, ему то ли 12, то ли 14 лет, он совсем мальчишка еще. И были люди уже, которым где-то глубоко под 70, в прошлом году были ребята, семейная пара, мужу было за 60. На байках или на машине? На байке, на байке, конечно, конечно. И я хочу сказать, что это был израильтянин, он бывший полицейский, да, он, к сожалению, тоже там уж анат, он умер в этом году. Но, тем не менее, это человек, израильтянин, который проникся этой идеей, и вот все пробеги, они были вместе с нами, кроме этого года. Сколько человек в этот раз приняло участие? Сколько было машин? Ой, сложно посчитать, было очень много машин, было, ну, в Герцли, было порядка 40 машин, если не больше. Я не считала, по дороге к нам присоединялись люди, и сложно было посчитать. И байков было тоже достаточно много, больше 50. С полицией не было никаких проблем? Хотя, как бы, мы попытались с ними связаться и организовать сопровождение, но это, как бы, вот, Вахтанг это пытался сделать, и они нам отказали, к сожалению. Но, тем не менее, мы останавливались на заправках, и они подходили к нам, и мы с ними разговаривали. И они, как дети, радовались тоже, и спрашивали, почему мы это делаем. Вопрос у меня такой, почти на засыпку, ну, почти там, почти, назовем так, корыстное, корыстный интерес в какой-то степени. В Израиле очень много музеев, и, кстати, Абрам Гринзайт, руководитель Союза ветеранов, он очень часто об этом говорит и рассказывает, где только может. В Израиле очень много музеев, великом над боевой славой, посвященных подвигу воинов-евреев во время Второй мировой войны. Скажите, пожалуйста, вообще, вот, может быть, на следующий год вы как-то планируете, допустим, ваш ДОТ заехать, показать, посмотреть музей, там, шикарный музей, в Хедере то же самое, очень хороший музей. Вот, именно вот этот момент, и я, может быть, опять же, как в данной ситуации, как телевизионщик, вот мне, и, может быть, даже как простой зритель социальных сетей, мне было бы интересно представить прямой репортаж из музея, вот ваш пробег, и вы приезжаете куда-то в музей, показываете эти музеи. Музеи уникальны, даже по меркам Советского Союза, там, может быть, нет каких-то огромных монументов, но те материалы, которые там собраны, они уникальны. И мне кажется, что, когда это все замыкается только в Хедере или только в Аждоде, это не совсем хорошо, об этом должны знать во всем мире, по идее. — Прекрасный вопрос. И в этом году мы получали флаг Союза ветеранов в музее в Хайфе. Вот в таком вот музее мы получали, у нас есть съемки оттуда, мы получали его в Хайфе. И следующий год, ну, мы будем, как бы, думать об этом, в принципе, это планирует все в Ахтанг. Нам бы, конечно, хотелось посетить... Мы только в этом году, вот, Союз ветеранов к нам присоединился, и, я думаю, следующий год мы будем планировать вместе с ними. — Ну, Союз ветеранов, Союз инвалидов войны. — Конечно. — Все вместе. — А вот кульминацией нынешнего автопробега в этом году, это было посещение Союза ветеранов города Элата, посещение музея, посещение... То есть нас там прекрасно приняли, Игорь Альтман организовал все замечательно, спасибо ему большое. Был концерт, пел хор, читали стихи. И, вы знаете, это было настолько трогательно. Я видела слезы на глазах у молодых людей, слезы, вот когда... И пел хор, и когда говорили ветераны, и это было, ну, я хочу просто подчеркнуть, что это общественное движение, мы не относимся к никакой организации. Мы делаем это от души, от сердца, в общем-то, для того, чтобы почтить память героев и наших предков, которые воевали и отдали свои жизни. Поэтому это было, ну, безумно приятно и трогательно, нас прекрасно там приняли. Интересно, в конце концов. Интересно в первую очередь. Еще у меня вопрос, опять же, ну, поскольку воспитывалось то, что называется, в Советском Союзе, а боль определенная осталась после распада Советского Союза, среди участников вашего этого автомотопробега, представители каких теперь уже независимых государств бывшего Советского Союза участвовали? Всех. Ну, всех вряд ли. Украина, Россия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Баку – это Азербайджан, да? То есть, вот, вся алия, независимо от того, из какой страны бывшего Советского Союза она приехала, при Сталине, честно вам скажу, фактически все страны, которые входили… Ну, многие, скажем так, многие. Ну, многие, ну, я же, я не знаю, какие алия… Ну, я думаю, что из Туркмени и Таджикистана вряд ли были. Почему? Были из Таджикистана, да, конечно. Интересно, интересно. И Туркмения не знаю, Таджикистан точно. Точно. Вот. Поэтому и они там знакомились друг с другом, как бы вот выясняли, что они земляки. И вообще очень, очень интересное мероприятие. И вы знаете, после вот этого вот пробега люди, которые к нам присоединяются, мы начинаем дружить, мы общаемся, мы выезжаем на какие-то мероприятия. И вот сейчас нас, ребят, пригласили поучаствовать в параде Победы в Иерусалиме, вот, открыть Парад Победы. Людям это вот от души, это приятно. А вот, кстати, если вы знаете, напомните нашим зрителям, в Иерусалиме когда будет Парад Победы? 14-го. 14-го, скорее всего, это начнется в 10.30, то есть там планировалось на 11, но вроде бы на 10.30. Мы поясним, что 9 мая у нас есть закон, который прогласил 9 мая Днем Победы, Днем Праздника. Праздничный для Израиля, но он совпал с Днем Независимости Израиля, поэтому парад немножко перенесли. Это все по объективным причинам. Ну что ж, спасибо, Яна, огромное, что нашли время приехать к нам в студию. Спасибо, успехов вам, удачи. Да, пожалуйста. Я еще хочу сказать огромное спасибо посольству Российской Федерации, потому что и в прошлом году в Латруне они выступили, и людям это было очень приятно. и поблагодарили нас за то, что мы делаем. И в этом году в Лат приехал представитель посольства Игорь Мартынов и зачитал письмо от нашего посла, посла России в Израиле. Антолия Викторова. Антолия Викторова, да, и в котором он благодарил нас за то, что мы делаем, и поздравлял нас с праздником. И это очень приятно, что они участвуют и помогают, и я думаю, что мы будем дальше разрастаться и проводить такие мероприятия. Нас будет все больше и больше. Я всех в следующем году приглашаю 3 мая. Зайдите на страничку в Facebook, там есть «Пробег Победа», есть страничка. Заходите, мы все время делаем объявления, мы будем с радостью ждать всех. Мы всех принимаем, всех любим, нет никаких ограничений, мы вас ждем. Ян, спасибо, спасибо огромное, ну и в конце, с праздником, с Днем Победы. Спасибо, и вас с праздником, всего доброго. Спасибо, и вас, друзья, с праздником, с Днем Победы. Всего доброго, до новых встреч.